Если мы забудем, мы отправим неправильное послание Кремлю, что Украина брошена. Что вы думаете по поводу возможности совместного производства некоторых видов оружия и военного оборудования? Да, это абсолютно возможно. Нет никаких препятствий для этого, и польские компании могут работать совместно с украинским оборонным комплексом. Укрлит полбригада как средство сближения Украины и Европы. А сейчас они сотрудничают или нет? Я уверен, что мы могли бы играть на разных видах фортепиано. Одна из моих концепций, которую я начал внедрять с 2008 года, касалась украинско-литовско-польской бригады. Речь идет не о создании инструмента для интервенции в одну из наших стран, а скорее о средстве, благодаря которому Украина будет становиться все ближе к западу. Эта бригада играет подобную роль той, которую играл северо-восточный корпус перед нашим вступлением в НАТО. Насколько я помню из своего опыта министра обороны, он имел сильную поддержку украинских военных, даже во времена президентства Януковича. И мы были готовы еще тогда завершить процесс его образования, но Янукович колебался принимать окончательное решение. Именно поэтому только после его падения, появилось следующее окно для этой возможности, для возвращения к этому проекту и завершению его ныне. Не только министры обороны, но и командующие украинских вооруженных сил поверили, что это может помочь украинским вооруженным силам приобрести определенные навыки, выучить процедуры, необходимые для современной армии. Когда будет завершено формирование этой бригады? Согласно последних решений, она будет приведена в начальную готовность до конца этого года. Я узнал, что 27% поляков готовы бороться за вашу страну. Как вы можете это объяснить? Боюсь, что лишь треть нашего общества выразила такое сильное желание. Возможно мы, поляки, верим в то, что наша независимость гарантирована навечно. Но надеюсь, что в случае прямой угрозы, в соответствии с польским опытом и польскими традициями, к этому будут готовы намного больше людей. Конечно же, это один из тех сигналов, которые были приняты во внимание серьезно и заставили польского министра обороны создать новые формы активности граждан, широкомасштабную тренировку добровольцев. На прошлых выходных Конгресс про военных организаций Польши стал своего рода ответом на те цифры. Существует большая семья тех, кто поддерживает Киев в его демократической трансформации. Господин Клих, вы приехали в Киев, чтобы принять участие в форуме под названием «Роль молодого поколения в сохранении мира и безопасности». Что вы посоветуете украинской молодежи? Вы не одни. Вас поддерживает много людей. По своим контактам с коллегами из других европейских стран и США могу сказать, что существует большая семья тех, кто поддерживает Киев в его демократической трансформации. Мы готовы поддержать вас не только морально, но и политически. Когда я был с визитом в США три недели назад, то имел возможность говорить об Украине не только с моими друзьями, но и с теми конгрессменами, которые вчера, интервью записывалось 24 марта, примечания РЕД, решили проголосовать за вооружение Украины. У меня было ощущение, что они понимают роль Украины лучше, чем три года назад, когда я обсуждал с ними визовую программу для моих граждан. Они поняли этот вызов лучше. В Конгрессе США я увидел эволюцию убеждений, по сравнению с моим предыдущим визитом туда год назад, когда только начинался процесс аннексии Крыма. Тогда мои коллеги не были готовы обсуждать российское вмешательство на Украину. Они мало об этом знали, не знали, насколько все серьезно. Теперь все, в Сенате и в Палате представителей, понимают роль Украины для американских интересов. Оригинал публикации «Про три факта репутинизму» опубликовано 31 марта 2015 года 12.12.